Харенький цветочек Аксаков, сказка ключницы Пелагеи. В некотором царстве, в некотором государстве жил был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу драгоценных камней, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшее лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчуга в драгоценных камней, золотой и серебряной казны, по той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец со своим торговым делом за море, за тридевять земель, в тридесятое царство, в тридесятое государство. И говорит он своим любезным дочерям. Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство. И мало ли, много ли времени поезжу, не ведаю и наказываю я вам жить без меня честно и смиренно. И коли вы будете жить без меня честно и смиренно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю вам сроку думать на три дня. И тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется. Думали они три дня и три ночи, пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев желает. Старшая дочь поклонилась отцу. Многие говорят ему первое. Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмитского. Привези ты мне золотой венец из каменев самоцветных, и чтобы был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтобы было от него светло в темную ночь, как среди дня белого. Честный купец призадумался и сказал потом. Хорошо, дочь моя милая, хорошая пригожая. Привезу я тебе такой венец? Знаю. Я за морем такого человека, который достанет мне такой венец, а и есть он у одной королевны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени и тремя дверьми железными за тремя замками немецкими. Работа будет немалая, для моей казны супротивного нет. Поклонилась ему в ноги дочь средней, говорит. Государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчине, черных мехов, соболя сибирского, не ожерелья, жемчуга бурмитского, ни золота. Субтитры создавал DimaTorzok